Педагогический форум стартовал с доклада начальника отдела образования горы исполкома. Сперва Елена Лисица рассказала о нравственном и патриотическом воспитании учащихся. Второй год подряд в бобруйских учреждениях образования работает школа активного гражданина. В формате диалога молодые люди встречаются с представителями органов власти и различных министерств. Более чем в 250 объединений школьники развивают навыки, побеждают на различных республиканских конкурсах. Планы по-настоящему наполеоновские. Необходимо продолжить работу по повышению качества образования, направить усилия на совершенствование воспитательной и идеологической работы учреждения образования, развитие системы специального образования и дополнительного образования. Перед началом официальной части форума школьники демонстрируют таланты. В жюри мэр города, робототехника, химия, английский учащиеся приятно удивили гостей знаниями. Александр Студнев отметил огромное заслуга в этом – работа педагогов. Градоначальник уверяет, в будущий год учителя входят с правильным настроением. Самое главное – поставить и задачи уже на Новый год. Потому что в любом случае мы должны всегда понимать, что как сегодня педагог будет общаться со своими ребятами, со своими учениками, как они в дальнейшем будут, наверное, строить свою жизнь. Важно сегодня педагогу в том числе и донести до наших ребят, что в любом случае они должны любить свою родину, они должны любить свой город. И, конечно, они должны уже строить свой жизненный путь. Высокие результаты зависят и от современной инфраструктуры. Уже в следующем году маленькие горожане пойдут в новую 35-ю школу на 7-м микрорайоне. Там же строится детский сад. Откроется он уже этой осенью. В недалеком будущем появится еще один. Учащихся в Могилевской области порядка 110 тысяч. В городе Бобруйске, как мы с вами слышали, около 23 тысяч. 100 бальников в Могилевской области 25 человек. То есть пятая часть, пять у вас, пятая часть 100 бальников в городе Бобруйске. Безграмот с подарками не обошлось. Город для жизни умеет ценить педагогов. Я очень рада, мне безумно приятно, что мой вклад, педагогический вклад был оценен почетной грамотой Бобруйского горисполкома. Для меня это, конечно же, огромный стимул для дальнейшей моей работы, для еще большего вклада моих воспитанников. Педагогическая конференция стала своеобразным мостиком между окончанием каникул и началом нового учебного года. До Дня знаний остаются считанные дни. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.